В прямом эфире АСТВ новости в студии Екатерина Нерушкина. Здравствуйте. 2 миллиона медицинских масок поступит в аптеки нашего региона. Иркутская область закупает по миллиону одноразовых и респираторных масок. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, их стоимость в аптеках будет 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в продажу до 7 апреля, вторая до 20. В настоящее время также ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Их начнут продавать и в киосках «Союз печати». С 18 марта в Иркутской области действует указ в Рио губернатора о введении режима повышенной готовности. На утро 25 марта в регионе нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тем временем развлекательные заведения закроют во всех регионах России из-за коронавируса. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинет министров. Власти субъектов обязаны приостановить работу ночных клубов кинотеатров, детских игровых центров и других досуговых заведений. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В России зафиксировано 163 новых случая заражения коронавирусом в 14 регионах страны. Всего у нас зарегистрировано 658 заразившихся. 29 человек вылечились, смертей нет. Снижение ставок по аренде для малого и среднего бизнеса, предоставление отстрочек арендных платежей. Эти меры предлагают уже сегодня в помощь предпринимателям в условиях работы во время пандемии коронавируса. Подробнее обо всем расскажет Яна Романова. Будний день. Зал одного из крупных ресторанов Иркутска пустой. До эпидемии здесь проходило 50 бизнес-ланчей. Сегодня от силы 10. Посещаемость упала в половину, говорят рестораторы. А это напрямую влечет за собой снижение выручки. Сегодня речь основная идет о работе с арендодателями, о понижении, либо арендных каникулах, либо заморозке. Каждый по-разному индивидуально подходит. А выработки какого-то единого механизма, который даст возможность сейчас убрать социальную напряженность, позволит нам это дать возможность платить зарплаты, авансы людям, чтобы люди не остались без денег, без продуктов. В Иркутске 750 заведений общепита, а еще тур, бизнес и торговля. Все эти сферы в кризисе, которые вызвала пандемия коронавируса. Общая задача сегодня, об этом заявили в региональном правительстве, сохранить важный для экономики области сегмент, где занято немало жителей. Предпринимателей надо поддерживать. В ближайшее время Игорь Кобзев направит в ресурсоснабрающие организации письмо, в котором предложат меры поддержки предпринимательства. В первую очередь это серьезные льготы по оплате услуг ЖКХ. Стараемся работать с листа. Буквально сегодня мы уже начали отрабатывать с рядом рестораторских компаний, подготовленные проекты писем ресурсоснабжающей организации с просьбой представить меры поддержки для предпринимателей. И конкретно отрабатываем уже с предпринимателями, что мы можем сделать конкретно по их направлению. Еще одно из возможных решений, которые обсуждают, обращение к арендодателям области, чтобы они на время заморозили, а лучше снизили ставки по аренде для малого и среднего бизнеса, предоставили отсрочку арендных платежей. Яна Романова, Сергей Коваленков, АСТВ. Туристический сектор региона несет убытки. Выручки от выездного туризма с начала года упали на 80%. Проблемы отрасли обсуждали на встрече с предпринимателями в торгово-промышленной палате Восточной Сибири. Участники рассказали, что вынужденные закрытия из-за коронавируса, турбаз, музеев и театров, а также отмена крупных деловых мероприятий не дают расти и внутреннему сектору отрасли. Теряют деньги не только турфирмы, страдает гостиничный бизнес. В ресторанном секторе снижаются выручки до 40%. Особенно это касается семейных кафе и ресторанов. Они сейчас стоят почти пустые. Сказалась ситуация с коронавирусом и на работе санаториев и курортов. На сегодняшний день отменено 57% броней на май, июнь и июль. Те, которые были оплачены работодателями. То есть все промышленные предприятия, крупные предприятия, закрывают оздоровление своих сотрудников и брони уже сняты. Принято решение создать рабочую группу при торгово-промышленной палате. Она будет заниматься сбором предложений по оптимизации работы отрасли, а также оперативно решать возникающие проблемы. 17 октября новая дата проведения тотального диктанта. Впервые за 17 лет он будет написан осенью. Тотальное путешествие, которое было прервано 14 марта из-за сложной эпиземиологической обстановки, также перенесено. Автопробег пойдет через 11 оставшихся городов с 17 сентября по 7 октября. С середины сентября начнут повторные курсы подготовки к тотальному диктанту в оффлайн и онлайн формате. 8 октября откроется регистрация на площадке акций по всему миру, а 17 октября состоится сама акция. Одно из самых удивительных явлений природы происходит именно здесь, в Японии. Люди со всего мира приезжают полюбоваться цветением сакуры. Путешествуя с юга на север, они открывают для себя многообразие сакуры в течение более чем трех месяцев. Кажется, будто бы небеса спустились на землю. Сон на его. Enjoy my Japan Как дороги пережили зиму? В Иркутске проверили состояние асфальтового покрытия на магистралях, которые ремонтировали в 2019 году. В первозданном виде сохранилось не все. Вызовала вопрос и территория вокруг дорог. 9800 у нас здесь идет квадратура дороги, получается. 4500 квадратов у нас тротуар здесь идет. 700 метров у нас идет ограждение здесь. Улица Аэрофлотская в Иркутске. В прошлом году ее приводили в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Поменяли дорожное полотно, оформили бордюры, съезды, остановки общественного транспорта. Однако замечания уже есть. В частности, подрядчики должны привести в законченный вид металлическую конструкцию, которую установили здесь, на улице, чтобы ограничить выезд габаритного транспорта. На бульваре Рябикова тоже придется переделывать работу. Асфальт не выдержал суровых погодных условий и потрескался после зимы. Руслан Болотов отмечает, подход к ремонту дорог должен быть ответственным и комплексным. Нужно не только сконструировать дорожное полотно, но и облагородить территорию вокруг. Мы в обязательном порядке должны передавать городу и жителям дороги, которые не просто как отдельно взятый объект, а он должен быть в комплексе. То есть, если рядом есть газон, он должен быть приведен в порядок. Если рядом есть зеленые насаждения, они тоже должны быть облагорожены. Если есть освещение, ну, во всяком случае, оно должно быть отревизировано и приведено в соответствие. Отдельный вопрос обсуждали и по ливнёвкам. Некоторые проекты и конструкции, которые изначально хорошо выглядели на бумаге, в реальности не выполняют своё предназначение. Это касается стоков, газонов с естественным наклоном и самих ливнёвок. Дышит дорога, она живёт. Не дышит всё, а здесь ей дышать-то некуда. Соответственно, вот мы с этим с вами и столкнем. И потом будет выглядеть как то, нерадивые чиновники. Кроме того, комиссия побывала и на улице Ядринцево. Ремонтные работы начнут здесь уже в этом году. Выполнят новую укладку асфальта, заменят бордюрный камень, тротуары и ограждения. Всего в рамках проекта безопасные и качественные дороги. В 2020-м в областном центре отремонтируют 23 километра дорог. В том числе начнётся и первый этап реконструкции улиц Карбышева-Ушаковская. Там увеличат количество полос и расширят проезжую часть. Виктория Малая, АЭС-ТВ Численность охотничьих видов животных подсчитали в Иркутской области. Этот вид работы один из обязательных в ежегодном мониторинге специалистов заповедного Прибайкалья. По итогам проверки выяснилось, в заповедниках обнаружили следы 14 видов зверей и 3 вида птиц. Результат у проверки показали снижение численности белки и зайцебелекам. Количество соболей остаётся стабильным, а вот численность волка находится на подъёме, что, к слову, не сказывается на количестве популяции его жертв. Этот состав уже 5 лет удерживается на одном и том же уровне. Эта методика зимнего маршрутного учёта, она, ну, как ни одна другая, в принципе, ну, приспособлена для учёта на больших территориях. То есть территория России огромна и особо охраняемые природные территории тоже большие у нас. И вот для проведения учётных работ применяют эту методику. Довольно точно можно судить о встречаемости каких-то видов животных и динамики их популяции. То есть есть ли уменьшение, увеличение, стабильная ли численность. Это самые главные показатели, которые нам необходимы, по которым мы оцениваем эффективность работы особо охраняемых природных территориях, ну и также влияние каких-то экологических процессов, климатических факторов на животных. Результаты подсчёта на многих территориях Иркутской области разные из года в год. Это связано со сложностью проведения работ в некоторых местах из-за погодных условий и глубины снежного покрова. Зима никак не сдаётся, тепло придёт с апреля. А пока до конца недели холодный северный ветер хозяйничает в Иркутской области. Сегодня ночью в северных районах было до минус 30 градусов. Таких низких температур уже не прогнозируют. Но погода нестабильна и даже опасна. Ветер пробрасывает снег ночью заморозки, а днём плюсовая температура на дорогах гололёд. О погоде в Иркутске в ближайшие дни мы спросили у представителей гидрометцентра. Ну, март на территории Сибири, это ещё зимний месяц. В ближайшую неделю ожидается погода неустойчивая. То есть выноса тепла мы не ждём. Погода будет с частыми снегопадами, с усилением западного и северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. И температурный фон будет умеренно прохладный. Ночные температуры ожидаем минус 5, минус 10 градусов. Дневные температуры будут слабо положительные. Плюс 2, плюс 7. И к этому часу у меня все новости. Обо всём подробнее смотрите в наших вечерних выпусках. Всего вам доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова